ой 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 как громко ой 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 как громко как неприятно нет нет так ну он точно тут сидит все это вообще без вариантов надо только бежать теперь четко к двери никого не вижу сюда походу он был там я слышал он зашел а тут темно твою мать чё делать а вот тут мы успеем в лифт успеем в лифт все у меня идет сцена ты меня тронуть не можешь было бы хорошо если бы все вот эти привидения были на цокольном и подвале так быстро всю игру прошли так было бы хорошо и спокойно ты можешь остаться здесь на на джиме с меня достаточно джиме не будь дураком открой двери а чего хочу выбрать-то вон уж ты убить захотел точно убить захотел я очень удивился что это действительно оказалось так ах ты ж это даже из лифта небезопасно теперь выходить это я его в лифте должен слушать получается и непонятно далеко он или нет это самое плохое очень непонятно куда нам идти убирайся из моего отеля это мой отель убирайся из моего отеля джиме так ну давай пытаться попытались обратно оку кошмар как вот это вот очень нагнетает когда ты его ждешь когда ты его ждешь вот за каждым углом буквально я не буду так выходить все красиво но непонятно работой работой да ура и нет субтитров я сейчас получу по лицу значит получу по лицу пюрся зажмусь и не смотри готовься на каждом повороте это может быть в любой момент утречка ты на канале ганты games где мы с тобой играем в разные игры и продолжаем a dead of night и закончили мы в прошлый раз на том что мать у нас заглючила очень долго мы пытались и найти и все-таки нашли а за дверь уходит этот дурачок и пытается нас напугать что ж начнем здесь кто-нибудь есть здравствуйте это рауз да я видела как женщина объясняла что это не нож а открывалка для писем кто она охоть объяснили что она говорила это было я мне пришлось объяснить полиции что кинжал был просто открывалка для писем и что у харви был заряженный пистолет джимми действовал в целях самообороны что я не увидел так это это что это как будто двери холи я так думаю а я на ушла блин а тут столько всего спрашивать и сам она ну интересно конечно ладно тогда начнем выходить если никто не выйдет ой он очень-очень-очень рядом очень рядом вот она я думаю что нам на цокольный этаж надо просто тут можно даже в зеркало не смотреть принципе тут не страшно пройти вот сейчас будет свет моргать а все отлично так нам повернуться надо нет а чё ты кружишься тогда и вот сейчас повернуться надо может нам вот так повернуться надо нет сюда похоже на это очень похоже мать не лагай появляйся задеваешься чё за прикол мне просто так смотреть что мне сделать с тобой нужно так свет не моргает может сюда отойти надо дверь может отсюда мы увидим что-то нет но он предлагает подойти прям конкретно предлагает подойти может быть сюда зайдем я не знаю что еще предположить да так быстро мы это все не пройдем в тот раз нам помог ну джимми он просто вышел и начал ходить а тут то чё почему она не появляется она тут должна где-то быть ну серьезно может мне покричать иди сюда но она точно должна ой 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 что это джимми красиво мне это понравилось оказывается нужно было развернуться и ждать ну интересно конечно так ладно это роуз да я роуз кого вы приветствовали на входе в отель нож сказала джимми джимми он шел домой полиция все поняла ему поверили но это изменило его он начал мне помогать помогал управлять отелем и он нашел способ привлечь больше гостей интересненько маркетологи подался так давай теперь тебя все как раз спросим раз ты не уходишь я видела в подвале плачущую девочку кем она была она была гостью в нашем отеле я видела как маленькая девочка кричала джимми чтобы он вернул ей игрушку почему он отобрал у нее игрушку нет девочка врала джимми ничего не крал а интересно так постараемся максимально быстренько это все пройти я видела как маленькая девочка эми держала горящую игрушку что случилось она обожглась но продолжала делать такие же опасные вещи она была странной я видела эми снаружи комнаты она была чем-то напугана что ее напугало не знаю могло быть что угодно она была странной девочкой я видела как эми что-то пила и похоже вкус ей не нравился что это было я не знаю я видела девочку наверху лестницы на перилах что она делала я не знаю я мало что знала о ней я видела эми лежащую внизу лестнице что с ней случилось она упала Харви обвинил в этом джимми это была вина самой девочки а не джимми я видела как мужчина стучал в дверь и говорил джимми что пришел помочь кто это был доктор босс он пришел помочь джимми я видела как доктор босс держал на проволоке мертвое животное что произошло Харви сказал что джимми вероятно убил его сам но я ему не поверила я видела как доктор босс разговаривал с джимми рядом с кухней что он делал доктор босс продолжал свои попытки заставить джимми делать то чего он не хотел я видела как доктор босс плюется кровью что случилось он сам порезался но потом он пытался обвинить джимми он сам поранился и джимми тут ни при чем я видела как доктор босс держа шприц говорил с джимми что он делал он пытался давать препараты джимми без моего разрешения я видела как доктор босс пытался объяснить что случилось с джимми казалось что он был в отчаянии я не знала кому верить но так как он беспокоился о своей репутации я решила дать ему еще один шанс я видела как доктор босс сидел на кровати и говорил с джимми что он делал он разговаривал с джимми пытаясь контролировать его заставлял его делать плохие вещи мне вообще не стоило ему доверять я видела расстроенного доктора босса полиция стучала к нему в дверь что там происходило они пришли арестовать его он получил то что заслужил я видела как доктор босс затягивал петлю из веревки вокруг своей шеи он убил себя почему потому что он знал что виновен он поступил правильно вот это серьезно конечно я видела кого-то на сцене человек объявивший себя великим хьюго он был иллюзионистом и артистом он купил отель чтобы продвигать свое сценическое шоу он стал известным его показывали на телевидении я работала его помощником потом все изменилось так ладно мы это с тобой обсудим когда закончим все узнавать я видела как мужчина говорил что джимми алгал по поводу надругательства кто это был? это был Харви он не поверил тому что говорил джимми но я знала что он не лгал я видела как Харви кричал говорил джимми признаться во лжи он признался? нет! как джимми мог признаться в том что не было правдой харви зря обвинял джимми я видела как харви ударила током что случилось харви обвинил джимми но этот обогреватель был неисправен харви давно стоило его выбросить я видела харви сбитый он выходил из комнаты что он сделал он испортил вещи джимми он не смог контролировать свою злость я видела харви со стрелой в ноге что случилось харви сказал что джимми выстрелил в него стрелой из арбалета но я знала что джимми не стал бы использовать такое оружие ну там ты посмотрел бы там прям приспособа такая стояла что ну зачем еще его направлять сторону двери я видел как харви закрыл джимми в подвале что произошло я не знаю что он делал я видел огонь в подвале что случилось в отеле харви обвинил джимми но пожар начался из-за оборванного провода это был несчастный случай я видела харви с пистолетом он репетировал что он собирался сделать я не знаю харви не стоило хранить пистолет в отеле я видела как харви шел в сторону концертного зала с пистолетом видимо что он делал да я не знаю я видела харви с ножевым ранением за кулисами что случилось харви сошел с ума джимми просто защищался слышала как мужчина на кого-то кричал и приказывал делать то что он сказал кто это был я никогда не знала чего он хотел я могла дать ему только одно так но это мы все спрашивали интересно теперь нам нужно узнать про предметы я нашел трофей кому не принадлежат джимми купила чтобы выглядело так будто он выиграл эти награды я видела бутылку рожака и зажигалку для чего не нужны я не знаю они принадлежали харви к кому принадлежит меч он принадлежал к вам комплекту доспехов которые у нас были но потом куда-то пропал я видела какие-то чемоданы в сундуке кому они принадлежат они мои я хотела уйти но у меня не было такой возможности почему в одном из ящиков лежит окровавленная ткань я не знаю зачем тут эта бутылка с диазепамом она принадлежала доктору боузу откуда взялась эта деревянная колотушка она принадлежала моему мужу кто нарисовал эти ужасные рисунки джимми рисовал картины о войне он был таким же как и большинство мальчиков ну колотушку вроде харви сказал что он не знаю откуда она появилась кому принадлежала эта шляпа шеф-повара ее носил наш повар кому принадлежал детский кошелек он принадлежал маленькой девочки я видела коллекцию бутылок виски в одной из комнат наверное харви их туда положил почему скалки была привязана леска я не знаю я видела альбом для вырезок кто сделал его карви сказал что джимми сделал его не помню точно что за старый обогреватель с пометкой опасно карви убрал его он сказал что им опасно пользоваться кто такой хьюго панч это был комедийный персонаж которого играл джимми зачем нужны терравые ключи они были от котельной но нам пришлось заменить дверь откуда этот арбалет он был на стенде который раньше демонстрировал харви но мне не понравилось что он был в отеле кому принадлежит этот пистолет харви но он хранился моей спальне так кому принадлежит кинжал это была открывалка для писем ее кто-то подарил что-то пожар в отеле да но мы вовремя его заметили прежде чем он успел распространиться для чего были нужны эти крикетные и бейсбольные биты раньше они принадлежали моему мужу когда он был учителем кто разбил эти зеркала джимми разбил их кто написал эту прощальную записку и и написал джимми для чего использовалась эта катушка с проволокой джимми носил с собой провод ему нравилось играть электрик с электроникой а кому принадлежало обручальное кольцо она была моим мне сделали предложение от которого я не могла отказаться то есть она вот это хьюго панч очень очень странная вещь сейчас так он нашел способ привести больше гостей наверное как раз вот привлечь вот этим вот этой рекламой когда вы сказали что джимми нашел способ привлечь еще привести еще больше гостей имеет ли это связь с тем что вы сказали о постере хьюго панча да это был сценический номер джимми он был комиком он был хорош действительно хорош really good люди стали проходить приходить просто посмотреть на него это что это ничего не понятно это как будто записывающая штука какая-то это где-то здесь нам в концертный зал я просто это очень шумно сейчас чтоб ты понимал как нам снова сюда а вот вот это как раз штука да и есть нам куда смотреть-то опять леди и джентльмены поприветствуйте на сцене ведущего вечернего шоу господин хьюго панч музычка приятная такая тут 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 хорошо звучит это роз да я видел как вы объявляли хьюго панча на сцене мне это нравилось мы снова зарабатывали деньги казалось все налаживается пока джимми не начал вести себя странно я слышал как он кричал глядя на себя он казался рассерженным то есть вот ты тоже начала соображать когда уже всех поперебили а в зерк вот сам собой а сам собой он разговаривал но через зеркало а где зеркало вот то что вы сказали о том как джимми смотрит на себя и злится это связано ли это с тем что вы сказали о разбитых зеркалах бить зеркала было только началом я спросил его об этом но он ничего не помнил затем начали происходить другие странности так внимательно потому что уже нам даже этажей не говорят это третий этаж вот очень темно похоже на третий этаж да все нам перестали показывать этажи хорошо и получается что ездили предложение от которую не смогла отказаться и дали кольцо югу панч типа классный чувак а потом говорит что это вообще сын комик изображает то есть фьюгу панч купил я не знаю купил отель а потом джимми начал его же изображать но это это что-то странное главное очень очень запутанно все опа тут что-то громкое но сейчас мы не услышим джимми очень громко и куда нам сюда блин тут очень темно ой 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 сейчас отхватим сейчас отхватим смотри ай нам в ту сторону ту сторону и поглубже надо будет пройти а я думаю что его сейчас не будет потому что очень громко ой 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 собака что манекены с лицами я даже походу увидел лицо дмитрия нагиева мне так показалось это роуз а к тебе там поближе подойти надо где ты была сюда это роуз я слышу вас да чтоб тебя куда идти сюда в темноту может все таки так с тобой надо будет разговаривать это роуз блин да нет не сюда блин ну пошли наверно в темноту я не знаю компас показывает сюда это роуз это роуз да я роуз супер я видела вас в коридоре полном манекенов кто их там поставил джимми сначала я не понимала я была сбита с толку но потом все стало ясно это был не джимми как и зеркала он начал разбиваться на осколки джимми больше не контролировал ситуацию так и получается да она вот разорвали хьюго панч так внимательно опять концертный зал вот вот так показываете так понятней то есть вот еще вот в дырке в дырке кричал мужик и говорил ну вот мы спрашивали а что там кто-то заставлял вас что-то делать а я слышал стук вот он начал ходить кто-то что-то заставлял вас делать и вот это походу был это как раз хьюго панч который купил у них отель но я не могу понять почему им в итоге стал джимми так сюда его звать нельзя вроде тихо блин сейчас шлепнет ой сейчас шлепнет он ходит ну зашибись я слышал надо было идти в соседний номер где хотя бы свет есть блин он не даст нам теперь пройти а так хорошо шли туда-сюда туда-сюда и вроде бы надо спуститься на цокольный этаж я не слышу я не слышу я не слышу пойдем огребать что делать пока нормально блин я не знаю где он вот он вот он ступер проходим жми все отлично отлично ооо я думал он где-то сзади нас стукнул поехали поехали отсюда поехали лунную походку репетировал так все собрались мы почти прошли игру с тобой осталось всего ничего пойдем в концертный зал там у них уже квн начинается тут шумят так сильно как пчелы в улье все вот такие шумные опять сюда нет а куда а наверное нам уже показали с этой стороны с этой стороны так и поворачивайся налево все сейчас что-то начнется я жду начинайте опять концерт смотреть а вы нахера шумели может быть вот отсюда посмотреть надо ух ты ж твою мать блять ооо это просто это его чувство юмора извините если вас задело прошу прощения ты передо мной извиняйся мне это очень сейчас задело вот она еще настолько близко оказалась ой кошмар я хотел вот так сначала посмотреть она вот зараза тут стояла ой она скорее всего туда ушла да а нет она тут я видела вас рядом с концертным залом зрители выражали неодобрение и вы извинялись что там произошло на сцене больше не было Джимми это был Хьюго Панч его комедийный персонаж Хьюго начал оскорблять публику каждую ночь казалось ему это нравилось однажды вечером после шоу гость сказал о Джимми что она думает о нем Джимми вышел из себя он сделал кое-что глупое так кое-что глупое что же он мог сделать кое-что глупое чемоданы чемоданы тро трофеи я даже не знаю сделал кое-что глупое чемоданы трофеи я даже не знаю сделал кое-что глупое то есть что-то трофеи когда вы сказали что Джимми не сдержался и сделал что-то глупое имеет ли это какое-либо отношение к тому что вы сказали о трофеях ну нет это не то конечно не то а что там провод он что-то с катушкой замотал когда вы сказали что Джимми не сдержался и сделал что-то глупое связано ли это с катушкой и проволокой о супер Джимми запер ее в комнате и связал я не знала что он собирался делать я нашла ее и отпустила Джимми сказал что это шутка она не выдвигала обвинений но сообщила газетам правильно правильно нужно было сразу вас на всех прикрыть это опять таки вот тут хорошо мы ходим в основном по цокольному этажу это же удобно ходим просто чуть-чуть пугаемся вот эту женщину давай еще раз напугай где ты сейчас появишься в очередной раз ой как громко аж по ушам бьет ну вот крутится господи да что ж так громко очень сильно бьет по ушам возьмите трубку кто-нибудь пожалуйста видимо взяли нет не взяли что мне дверь попробовать открыть и вот сейчас повернусь она тут стоит мне сюда зайти или что вот что ты крутишься вертишься надо будет сильно потом видео уменьшить этот звук ну что ты его не выдержишь как выдержу я это очень неприятно да что не так может мне отсюда посмотреть надо точно отсюда вот прям все вижу это можно отключить это можно отключить почему ты такой громкий не моргает свет не моргает что мне делать вот сюда нет а что тут можно посмотреть там ничего нет ой отстань как же громко ох ты ж ничего себе удивило меня а вот там закрыто сейчас там будет открыто видимо да она зашла туда нам тоже теперь туда а вот и нет а при чем там телефон звонил то есть вообще в другом месте была это Роуз да я Роуз хорошо я видел вас вы были разочарованы и люди стучали в дверь задавали вопросы кто это были журналисты они искали Джимми но Джимми не контролировал ситуацию женщину связал Хьюго Панч Джимми больше не мог это контролировать он был подавлен он просто хотел все оставить в прошлом и двигаться дальше ну как видишь мать не получилось так он хотел оставить все и двигаться дальше и что же это значит прощальную записку когда вы сказали что Джимми хотел все оставить и уйти связано ли это с прощальной запиской Джимми ненавидел то что наделал он всю жизнь боролся с Хьюго Панчем он жил внутри него заставляя делать все эти ужасные поступки Джимми больше не хотел жить о даже так то есть он ну нам показали же в начале что он говорил не трогай этих ребят не надо не трогай а он сказал нет я покажу как надо с ними обращаться то есть вот он что-то пытался сделать так теперь на второй этаж нужно бегать от него ну подавай попробуем побегать от него на втором этаже ох главное сразу не выходить мы уже ученые с тобой знаем что это отнюдь не безопасно так теперь слушай льется водичка но опять мы его не услышим из-за таких звуков я его не слышу нам налево и там туалет нет а звук такой как будто ну вот очень громко нам опять видимо в его комнату я начинаю кричать потому что очень громко он вот тут сейчас будет стоять нет не тут давай зайдем и резко стало тихо заметил сейчас покружимся повертимся а вот она ты Джимми Джимми что ты наделал Джимми это Роуз? да я видел вас в комнате наверху похоже вы нашли кого-то в ванной что случилось? это был Джимми он пытался убить себя вот почему мне пришлось сказать ему правду какую правду? о чем? правду о кольце? я так предполагаю когда вы сказали что должны сказать Джимми правду имеет ли это связь с обручальным кольцом? я не знаю вот и я не знаю сказать Джимми правду это ж какую правду ему нужно сказать какую правду ему нужно сказать? блин ну это все по... с чемоданы когда вы сказали что должны сказать Джимми правду как то связано с чемоданами? пожалуйста пожалуйста нет да с чем? что за правду ты ему должна была сказать? не с кольцом не за... ну записку мы использовали зеркала использовали бит были проволоку вот эту я не помню она не подошла что за правду ты ему должна сказать? про Хьюго Панча когда вы сказали что должны сказать Джимми правду имеет ли это связь с тем что вы их сказали о постере Хьюго Панча? ну давай да нет она сейчас уйдет просто сейчас психанет что мы не можем ничего подобрать блин я не знаю сказать ему про... может мы что-то не нашли это кстати будет очень плохо но я я записывал мы везде были с тобой па-па-па-пам так он пытался совершить самоубийство поэтому мне пришлось сказать ему правду может чем он пытался совершить самоубийство? а чем? пистолет взял? пистолет когда вы сказали что должны сказать Джимми правду связано ли это с тем что вы сказали о пистолете? нет нет все она ушла подождите сколько нам ждать? все время прошло я могу спросить прикол и вот сколько ждать? давай выйдем и зайдем этого достаточно будет? этого достаточно будет? этого не достаточно? ну интересно теперь да подождите давай в зеркало пока посмотрим уж время пройдет узнаем что конкретно ей нужно а там наверно показывает но я что-то не сообразил сейчас должны нам конкретно что-то показать самоубийство самоубийство что кольцо подожди я же его вроде использовал или это до этого было ну супер все давай с тобой поговорим пожалуйста будь здесь это Роза? серьезно почему тебя нету так же хорошо шли только я попутался с этим кольцом надо было его конечно предложить подожди я вроде использовал сказать правду ну вроде было же было о супер и начал джимми тут ходить откуда-то он вышел давай покрутимся по квартире по вот этому номеру может три раза обернуться и призрак появится hello почему ты не отвечаешь ну это не серьезно ну это ерунда какая-то мне это не нравится я не знаю куда ну куда нужно дунуть крикнуть что-нибудь что сделать надо чтобы ты появилась снова что это ерунда может мне зайти сюда потом отсюда выйти давай теперь спрячемся в шкаф из шкафа выйдем кстати я забываю я забываю проверять вещи в столах у нас же ключей вообще нету а тут может быть сейчас будет ключ оп не сюда вот пожалуйста кладовка ну это нам вообще не нужно вот он там ходит ну поговорить со мной он кричит уже ответ почему доктор боус зачем ты его вспоминаешь мэдам Класс Сейчас будем минут 10 Тебя возвращать обратно Или нам что нужно дойти до лифта Спуститься вниз Подняться вверх Я не слышу его Давай попробуем зайти в соседнюю комнату Покружимся здесь Все, достаточно И будем аккуратно сейчас выходить Он очень близко Но нам нужно сюда попасть Она должна мне ответить Блин, неужели я не предлагал Обручальное кольцо Он рядом ходит Ты мне должен подсказать Было это кольцо или нет Оставляй вот этот как раз момент В комментариях Чтоб я его понял Я вроде бы Я его выбирал Правду Ну это же Он очень далеко Это же логично Все, давай, появляйся Пожалуйста, будь здесь Пожалуйста, будь здесь Да чтоб тебя А если я сделаю хитрее Вот так Или выйду и зайду Нет Или вообще круг пробежать Просто это сюда Мы дошли так хорошо Нам теперь нужно Хорошо Ой, вот он стоит Вот он стоит Ай, нет его Ой, пошел ты в жопу Я бегу к лифту Я бегу к лифту Спускаюсь вниз И поднимаюсь вверх И иду снова туда Ну что Что еще делать Я не понимаю Сколько придется ждать Этого момента Чтобы призрак Снова появился Его уж нельзя никак вызвать Начну кричать Давай выйдем И зайдем Начну кричать Так придет Не призрака Джимми А это вообще Нехороший вариант Я надеюсь Что он сейчас Нам даст Нормально пробежать Кричит походу Я что-то слышал Нет Поехали-ка на первый Вот как раз Во время подъема Пока я говорил Что-то непонятное Мне показалось Сейчас будем подниматься Будем слушать Ничего не было Но выходим Все Получаем Пугаемся Нет Ой Он Он справа Он справа И вот я сейчас Повернулись И вот край муха Услышал Он справа Но его не показалось Блин Он теперь нам даже Из лифта не дает выйти Это очень неприятно И жутко А я тут прям смелый Выхожу Слушай Так Его нету Топ и сюда Топ и сюда Может быть нам повезет Блин Я все равно Не рискую Выходить Так смело Так Его вроде бы Нигде нету Ага Нету его Все Максимально быстро Бежим Нормально 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 Забегай Хорошо На спринте Пробежали Класс Появись Ой Слава тебе Господи Так А Так Так Давай Появляйся Сейчас мы у тебя Все это спросим Как положено Так Вот это И вот Это Когда вы сказали Что должны сказать Джимми правду Имеет ли это связь С обручальным кольцом Или не спрашиваю Возможно Что значит возможно Ты охерела В смысле Что за бред Она ушла Нет она здесь Ну Что-то ничего Непонятно Что значит возможно Или Не нужно выбирать Вот это событие Которое мы сейчас С ней обсуждали И предмет Между предметом Подобрать Очень Тугая подсказка Максимально Максимально Тугая Получается Вот это Кое-кто Сделал Сделал мне Предложение Ну и пусть Вот это Не торопимся Вот это И вот это Среди вещи События Нельзя Должно быть событие Опять Какой-то Глюк Не проходит Нам же Показали Открыто Прям Что это Кольцо Может быть Что-то Из Старого Да 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 Не должно Быть Она же Не будет На Старое Отвечать Не Понял Про Про Вот Это Про Вот Это Точно Точно Про Дырку Про Дырку Про Дырку Смотри Вы Сказали Что Можете Дать Юга Только Одну Вещь Имеет ли Это Связь С Обручальным Кольцом Точно Говори Да Нет Да Что Такое То 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 Какую Правду Ты Ему Должна Сказать Я Не Понимаю Но Она Сейчас Опять Уйдет Она Сейчас Опять Уйдет Ну Всегда А Вот Это Событие Может Быть Что Ты Работала Его Помощницей Вот Ты Рассказываешь Правда Когда Вы Сказали Что Хьюго Много Изменилось Имеет ли Эта Связь С Обручальным Кольцом Да Мы Были Женаты Ну Наконец То Сначала Мы Были Счастливы Но Потом Все Начало Меняться Как Сложно Так И Что Не Понял И Все Начало Меняться Но Она Не Ушла Она Здесь Значит Мы Не Договорили Все Таки Вот Это Рассказать Правду И Снова Кольцо Когда Сказали Что Должны Сказать Джимми Правду Именно Связь С Обручальным Кольцом Вообще Ничего Не Говорит Даже Не Пытается Я Не Понял А события И события Можно Нельзя Должна Быть Вещь Или События Блин Ну Почти Все Нормально Было Так Подожди Все Адона Сейчас Опять Идет Ты же Тут Ты же Не Ушла Может Нам Теперь Что-то Новое Скажут Ой Как же Тяжело С тобой Вот Это Уже Как будто Другая Картинка Давай Подсказывай Я Не Знаю Что Там Я Уже Боюсь Что-то Предполагать В Смысле 305 С Какого Перепугу Ничего Не Я Тут Нет Хочешь Сказать Ты же Здесь Так Похоже Что у Нас Чего-то Нет Раз Нам Горят 305 Идти Но Сейчас Мы Это У нас Скорее Всего Вот Этого Нет Потому Что Сказали Тип 305 Номер Тогда Наверное Мы На Этом Остановимся Потому Что Что-то С Матерью Очень Как-то Сложновато Подбирать Варианты Поэтому Пока Подписывайся На канал Оставляй Лайк И комментарий Делись Этим Видео С Друзьями Спасибо За Компанию Всего Друзья Субтитры подогнал «Симон»